Добрый день. Вы в форме сегодня? Нет. Почему? Забыл форму. Школьную? Школьную уже давно забыл. А что по рынку? Тоже забыли. А почему у вас телефон такой? Вы боитесь, что вас будут прослушивать? Конечно. Телефон инновационный. Реплика. Такого купить уже практически нигде невозможно. Недавнее издание. Черно-белый монохромный, обратите внимание, монитор. Мощный диодный фонарик. А в чем соль? Американам прослушиваются будут у вас, да? Это не только американцы, прослушиваются. Все регулярно пытаются украсть инвестидеи. Всем рекомендую. Всем трейдерам только алкотель. Вот такой. Один есть у меня, могу отдать недорого. Сколько? Договоримся. Хорошо. Если не окажешься на сайте садовик или каково там, то к тебе. Что по рынку? По рынку боковичок. По США боковичок. Волатильный боковичок до осени, до сентября. Но двигаться будем сильно. Сейчас, грубо говоря, будет очень слабо волатильный боковичок. Несколько дней. До конца недели. Потом посмотрим, что скажут Бернанки. Соответственно, я думаю, что сильного РФХ какого-то, наверное, все-таки не произойдет. А постепенно будем заползать вверх. Может быть, еще раз попробуют достануть уровень 1600 по СНП. А так все равно будет медленно-медленно ползти опять вверх. Вверх? Вверх, да. Вверх. А что в сентябре? А в сентябре осень. И вроде бы будет с одной стороны желание формировать новые портфели, с другой стороны надо будет подрисовать старый год финансовый. С третьей стороны будут уже опасения по германским выборам распручивать. Соответственно, там уже очередная волна негатива будет на рынках. А кроме этого, в любой момент, может быть, не раньше, чем середина июля, с этого момента можно начинать ждать волны черного пиара по поводу внутреннего китайского долга, который, несмотря на то, что он внутренний и весь в юанях, может все равно очень сильно ретранслироваться и на китайские финансовые структуры, которые, естественно, заведомо хеджируют его частично и в долларах, и в евро, и в иенах, но очень может быть. И заведомо, если этот пиар начнется, то это будут удары по сырью всему. И по нефти, и по металлам. Послушай, мне тут звонит. Это как раз на Китай. Алло. Олег, ради бога, я сейчас на радио. Ты кинь то, что мы говорили, ладно? Да, я на радио, сейчас мне не надо само разговаривать. Чуть попозже, ладно? Большой человек. Вот, большой человек, пригласили на радио, да. Ну так отвеку сейчас. Ну так чего, значит, какие акции покупать до сентября пока не будет, Роман Геннад? Рискнуть надо. Металлурги да энергеты. Энергетов? Каких энергетов? Скелетов. Сети. ФСК и Россеть. А можно еще Эндеррау и Росгидро. Он все сказал, бесполезно совершенно. Он все сказал. Секреты, секреты прости. Все выведу. Давай сейчас выфилищу. Энергетов покупай. Энергетов. Ну пойдемте уже. Покупать энергетики. Вот опять, 4 акции. Кроме всего остального. Вот УБК-2, например, если посмотрите, замечательные уровни. Смотря на сколько долго готовы в этом деле сидеть. Вот если готовы до, например, размещения Газпрома энергохлопинга на бирже, тогда вообще супер. Покупайте УБК-2. А так ФСК, российские сети бывших холодных МРСК, Росгидро, Интерау. Покупайте все по четверти, разбив в сегменте энергетики и не прогадайте. И будет нам счастье. На коротке 25%, в долгую, в два конца. Как ты просил, вот так и говорю. Один в один. Зуб дай. Твой даю. Зуб? Нет, только твой даю. Спасибо тебе за все. Спасибо тебе за субтитры Алексею Дубровскому.